Аварийный мост и незаконные свалки. Жители отдалённых микрорайонов Петропавловска пожаловались активистам «Единой России» на свои проблемы. Среди самых острых – аварийный мост на границе Долиновки. Он находится на трассе, соединяющей микрорайон с посёлком Заозёрный, и заброшен уже более 30 лет, хотя раньше там было двухполосное автомобильное движение. Расстояние до Заозёрного по этой дороге – 3 километра. Но сейчас, чтобы попасть из одного бывшего посёлка в другой, людям приходится проезжать лишние 14 километров вокруг Халактерского озера. Когда-то он принадлежал военной части, и всё, потом часть развалилась, и мост оказался никому не нужным. Три года назад он рухнул, первая машина улетела в воду, ну и потом в течение трёх лет, ну машины три, наверное, нырнула вниз. Слава Богу, казалось, без жертв. Да и вообще лазают дети. Здесь дети ходят сюда на рыбалку. Лазают дети, ну вы сами видите, в каком он состоянии, то есть до беды, я считаю, недалеко. Но далеко не все жители Долиновки поддерживают идею с реконструкцией моста. Тем, кто каждый день ездит на работу в Заозёрный, мост просто необходим. Но люди, которые живут рядом с рекой, не хотят активного автомобильного движения у себя под окнами. Мнение жителей разделилось, но при встрече они пришли к общему знаменателю, что мост, скорее всего, нужен, но пусть этот мост будет пешеходный, чтобы машины не ездили, чтобы не поднимали здесь пыль. Мы соберём сейчас жителей заявления, предложения, потом проведём опрос жителей, ну и эти предложения передадим в городскую администрацию. Жители микрорайона Заозёрный страдают от незаконных свалок, которые окружают бывший посёлок. Мусор сваливают в кучи вокруг просёлочных дорог и присыпают землёй, чтобы свалка не бросалась в глаза. Выбрасывают не только мелкий бытовой мусор, но и крупноразмерные отходы. Мы хотим обратить внимание как самой администрации, так и самих жителей, привлечь внимание, что такое, конечно, недопустимо по отношению к тому месту, в котором мы живём. Мы постараемся привлечь свой волонтёрский ресурс для того, чтобы помочь избавиться от этого мусора. Но хотелось бы, чтобы эта чистота сохранялась здесь и сейчас, и для того, чтобы наши дети ходили по чистой, любимой Камчатке. В «Единой России» отмечают, что встречи с жителями – это один из самых верных и проверенных способов узнать о проблемах, которые волнуют людей. Поэтому такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.